Рассказы о страшных щупальцах морских животных изобиловали веками. С их иногда напланетной внешностью, иногда огромными размерами, они являются идеальными кандидатами для истории моряков и морских мифов. Но опасны ли кальмары и осьминоги? Но после некоторого исследования можно сказать – да и нет. Оружие головоногих С точки зрения естественного оружия, у всех кальмаров и осьминогов головоногих есть некоторые в общей черты. Основными и наиболее знаковыми среди них являются руки и щупальца. На самом деле это не одно и то же, в то время как кальмар и осьминог, как правило, имеют 8 рук, кальмары имеют еще 2 щупальца. Так в чем разница? Руки обычно имеют присоски по всей длине, в то время как щупальца имеют присоски только на конце. Руки осьминога тоже довольно сильные, их можно использовать, чтобы обернуть вокруг добычи и выжать из нее жизнь, после чего приблизить ее к острому клюву. Одна из вещей, которая отличает осьминогов и кальмаров – это их присоски. Обои используют их для того, чтобы схватить добычу, но у кальмаров есть острые зубы и даже крючки. Не советуем получать укус любви средними присосками, но более крупные кальмары могут нанести больше вреда. При быстром взгляде на кожу многих старых кашалотов вы наткнетесь на наличие колец, вырезанных на коже мощными присосками гигантского кальмара, на которого они охотятся. В конечной остановке жертвы кальмара или осьминога является его клюв. Несколько похожий на попугая, он мощный, невероятно жесткий и очень острый. Если кальмар достаточно велик, чтобы можно положить в его рот палец, нет сомнений, что он может его отрезать. Но вам нужно беспокоиться не только о способностях головоногих моллюсков резать клювом. Было обнаружено, что все осьминоги способны совершать ядовитый укус, а некоторые могут быть смертельно опасными. Синекольчатый осьминог. Эти маленькие осьминоги, названные так из-за своих радужных синих колец, большую часть своего времени прячутся в закоулках коралловых рифов Индийского и Тихого океанов. Однако, когда ему угрожают, синекольчатый осьминог оправдывает свою репутацию и название. Показывает свои истинные цвета. Его кожа становится ярко-желтой, а синие кольца еще более яркими, почти не мерцающими. Это предупреждение о том, что на самом деле это одно из самых опасных животных в океане. Как мы уже упоминали выше, у всех осьминогов есть яд, но синекольчатый осьминог находится в высшей лиге. Известный как тетрододоксин, этот смертельный нейротоксин находится в том же семействе, что и яд древолазов и иглобрюхих. Он в 1200 раз более мощный, чем цианид, только малейший зажим синекольчатого осьминога может оказаться смертельным. На самом деле многие жертвы утверждают, что даже не чувствовали укуса. По сообщениям, средний образец, который весит всего 30 грамм, содержит достаточно яда, чтобы убить более 10 взрослых людей. Хуже всего то, что нет эффективного противоядия от яда синекольчатого осьминога, нейротоксина, который парализует жертву. У него эффект аналогичный лекарственному средству, которое используется для иммобилизации пациентов во время операций. Под его воздействием люди могут быть неспособны говорить и двигаться. Однако главная опасность заключается в том, что он парализует легкие, заставляя жертву задыхаться. В тяжелых случаях необходимо немедленное лечение, когда жертва оказывается на жизнеобеспечении, до тех пор, пока не исчезнут последствия отравления ядом и не восстановится дыхание без посторонней помощи. Кальмар Гумвальта Также известны, как гигантский кальмар и диабло-ройо «красный дьявол». Кальмар Гумвальта имеет репутацию злобного и грозного хищника. При весе до 50 кг и длине более 2 м, эти кальмары вооружены острыми, как бритва, клювами, которые, по словам одного из цитируемых дайверов, могут механически ампутировать вашу руку. Кроме того, 8 щупалец кальмара Гумвальта оснащены зубчатыми присосками и острыми колючими крючками. Если картина этих больших красных кальмаров, которые мы нарисовали, пока не выглядит особенно пугающей, также подумайте, что они охотятся на отмелях до 1500 особей. Конечно, кальмары Гумвальта не эволюционировали, чтобы есть людей, и их естественная диета – это практически все, что они могут поймать и нарезать на кусочки, достаточно маленький, чтобы они могли поместиться во рту. Обычно это маленькая рыба и другие кальмары, однако кальмар Гумвальта имеет довольно мрачную репутацию, регулярное употребление в пищу своего вида. В основном этим смертоносным моллюскам, чтобы выжить, в день приходится есть до 10 раз больше своего веса. Поэтому, учитывая их размер, аппетит и арсенал оружия, все это заставляет задуматься над вопросом, опасны ли кальмары Гумвальта для людей. Но технически больше да, и за эти годы были многочисленные сообщения о нападениях на людей. Пожалуй, самой печально известной, хотя и немного недостоверной, является история о мексиканском рыбаке, который упал за борт во время рыбалки в море Кортеса. Когда он потянулся к своему товарищу, чтобы вытащить его обратно в лодку, на него он напал и потянул вниз жадный кальмар, которого больше никогда не видели. Более правдоподобны многочисленные записи дайверов, пострадавших от агрессивного кальмара. Однако на сегодняшний день кажется, что это агрессивное поведение было всего лишь несколькими ударами, ушибами и порезами на гидрокостюмах. Некоторые исследователи утверждают, что агрессивное поведение кальмаров может быть направлено на отражающие предметы, используемые дайверами. И на самом деле многие говорят о кальмарах гумольда, как о дружелюбных и любознательных животных. Итак, кажется, что эти дьяволы бездны действительно страшные хищники, но их репутация может принадлежать мифологическим чудовищам. Гигантский осьминог Как следует из названия, гигантский осьминог – самый большой из всех осьминогов. Обычно весом до 70 кг и массивным размахом рук до 6 метров, они несомненно являются грозными животными. National Geographic утверждает, что самый большой экземпляр весил 140 кг и имел размеры 9 метров в длину. Наряду со своими размерами у этих осьминогов есть несколько приспособлений, которые граничат с особыми способностями. Во-первых, они чрезвычайно мобильные, то есть они могут протискиваться через крошечные отверстия. На самом деле ограничивающим фактором является размер клюва – единственная твердая часть их тела. Также у них есть жуткие и аккумулирующие способности. Они могут не только изменять цвет своей кожи, но и ее текстуру. При правильном фоне осьминог может практически исчезнуть в считанные секунды. Менее полезен для выживания охоты, но одинаково странны три сердца осьминога – голубая кровь и девять мозгов. Да, все эти мозги делают их умными, и это часто демонстрируется их способностями решать проблемы. Учитывая этот интеллект, осьминоги обычно защищены от исследований на животных, которые обычно не применяются к беспозвоночным. Итак, гигантский осьминог большой, странный и умный, но опасен ли он? Ну, во-первых, мы можем исключить паромную катастрофу на Стейтен-Айленде. Если вы не поняли, это обман. Однако имеется ряд сообщений о нападениях осьминога на людей. Как ни странно, многие из них, похоже, датируются разными годами, и чем больше людей проводят в океане времени, тем меньше сообщений о нападениях осьминога. Так не совсем все складывается. Тем не менее, было несколько проверенных нападений на дайверов, но ни одно из них не закончилось серьезными травмами. Кажется, что осьминог просто немного любопытен и не старается отобедать дайверами. Антарктический гигантский кальмар По мере продвижения вниз мы начинаем заходить на территорию мифов, где факты встречаются с выдумкой. На протяжении веков мореплаватели рассказывали истории об ужасающем морском чудовище, вооруженном гигантскими щупальцами, с помощью которых он мог разорвать корабли – кракени. На самом деле, существо даже попало в справочник Эрика Пантопедана 1755 года, естественная история Норвегии, где описывается, что его длина превышает милю. Лишь в 1850-х годах появился первый признак возможной идентификации этого мифического морского монстра. Клюв кальмара, вымытый на берегах Дании, намекал на образец значительно крупнее любого известного кальмара. В последующие годы были сделаны оценки их размеров – до 18 метров. Правда в том, что мы до сих пор не знаем, насколько велики эти мегамоллюски, поскольку их редко можно увидеть живыми, поскольку они проводят большую часть своего времени в темных океанских глубинах. Учитывая неуловимую природу гигантского кальмара, кажется маловероятным, что они большую часть средневековья нападали на парусные корабли и сражались с моряками. Значит истории были выдуманы, но на самом деле они не могли быть полностью вымышленными. Еще в 2003 году французская яхта была фактически атакована у острова Мадейра в Антлантическом океане. Сообщается, что восьмиметровый кальмар вцепился в лодку, блокируя руль. Однако вместо того, чтобы потащить лодку в глубину, кальмар потерял интерес, когда лодка перестала двигаться. Были и другие сообщения о кораблях, атакованных гигантскими кальмарами, в том числе в 15-тонном танкере норвежского флота Браунсик. Экипаж корабля в 1930-х годах сообщил не об одном, а о трех отдельных нападениях гигантского кальмара. В одном случае это закончилось особенно плохо для кальмара, которого затащило в грибные винты. В других сообщениях утверждалось, что гигантские кальмары нападали на китов. Одно из них было получено от двух южноафриканских хранителей маяков в 1966 году, которые якобы наблюдали за гигантским кальмаром и маленьким китом, участвующим в двухчасовом сражении с кальмаром. В конечном итоге кальмар поточил кита вниз. Это кажется маловероятным, поскольку известно, что гигантские кальмары едят только относительно небольшую рыбу и других кальмаров. В другой истории, связанной с китами, команда российского китобойного корабля сообщила, что видела смертельный бой сорокатонного кашалота и гигантского кальмара кальмара. Кит был найден задушенным, шупальцами кальмара, обернутыми вокруг его горла, в то время как голова кальмара была найдена на животе кита. Так что насчет антарктического гигантского кальмара. Потенциально даже больше, чем гигантский кальмар, несомненно, это должно быть самым смертоносным животным из всех головоногих. Очевидно, что несмотря на свои огромные размеры, кажется, что это самый большой из всех кальмаров просто плавает вокруг и хватает любую маленькую добычу. Кракен Этот мегалодон, жующий мегамоллюсков, был известен тем, что проглатывал целые корабли. Имея в длину до двух километров, Кракен в средние века считался очень реальной опасностью для мореплавателей Северной Атлантики. Хотя сейчас Кракен считается мифическим существом, в прежние времена Кракен в значительной степени воспринимался как существующий даже научным сообществом в середине 18 века, фактически он не только фигурировал в справочнике 1755 года «Естественная история Норвегии», но и был указан создателем современной системы классификации живых существ, линеем, как реальный организм. Один уважаемый французский зоолог даже сделал ставку на то, что Кракен стал настоящим в 1780-х годах. Вскоре после своих заявлений он стал посмешищем. Легенда гласит, что Кракен проводит большую часть своего времени в самых темных глубинах океана, дремая на морском дне. Однако, когда погода нагревается, или если его потревожили, он направляется к поверхности. Прибытие могучего моллюска ознаменовывается бурлящим морем и полчищами рыбы, выпрыгивающей из воды. Как только зверь увидит корабль, ему почти ничего не остается сделать, как только разорвать лодку на части, одновременно проглотить несчастную команду одним глотком. В редком случае, когда кораблю удавалось избежать первоначальной атаки, ему приходилось беспокоиться об огромном водовороте, который Кракен оставлял на своем пути, способного затянуть корабль на дно океана. Сегодня слишком легко предположить, что Кракен был результатом того, что пьяные моряки преувеличивались гигантскими кальмарами, но это единственная основа легенды. Для начала гигантских кальмаров почти никогда не видели живыми, хотя, как сообщается, они цеплялись за корабли. Кроме того, ни один живой кальмар или осьминог не сможет потопить даже крошечный корабль, не говоря уже о том, чтобы стащить взрослых людей с палубы. Другим возможным объяснением может быть подводная вулканическая деятельность, распространенная в Исландии. Бурлящий и дымящийся океан, странные течения и появление почти в одночасье новых островов могли бы укрепить легенду о Кракене. Как бы то ни было, не было подтвержденных атак со стороны Кракена в течение почти 300 лет. На этом все, подписывайтесь на канал, если не подписались, и до скорой встречи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok